Ну что, Юрий Митрофанович, давайте пройдемся по вашей вот этой вот красивой лестнице с изгородью и стой, которая совершенно, на мой взгляд, восхитительная, мне кажется, является отдельным предметом гордости. Ну, скажем... Без ложной скромности, пожалуйста. Даже вот не буду скромничать. Дело в том, что я к ней привык давно. Когда-то это все выращивал из очень небольших, по сути, растений. Что это за изгородь? Это изгородь из той и западной. Здесь применено два сорта той и западной. Вот то, что сейчас вы трогаете руками, это брабант, просто брабант. И дальше вот этот следующий пролет желтый, это Туэ Санкист. Покупал я их, ну, наверное, саженцами примерно метровыми. Вот. В чем был минус и о чем я сейчас жалею, реально жалею? Я жалею о том, что посадка была сделана очень плотно. То есть в данной ситуации шаг посадки, ну, наверное, где-то представлял из себя, ну, сантиметров семьдесят и восемьдесят. Которые сейчас в силу ансавта не заняли, говорят, что это идеальный шаг посадки. Это не идеальный шаг посадки. Важный момент. Да, это шаг посадки, от которого нужно любыми путями отходить и стараться таких ошибок не совершать. Все, ну, многие, кто в садоводстве давно, и вот вы, в том числе, вы знаете, что из себя представляет среднестатистическое свободное росте 20-летняя Туэ Брабант. Это огромное растение. Это огромное растение с огромным стволом, вот, шириной кроны, который можно достигать, при хороших условиях, до, там, трех метров, наверное, в нижней части, да, высотой, там, ну, и восьми, даже десяти метров и так далее. То есть это крупное, ну, не сверх крупное, конечно, это не сосна, наша Пинус сильвестрис или, там, ельев европейская обыкновенная. Но, тем не менее, это крупное растение. Ну, то есть нельзя вообще оставлять 7 сантиметров для развития, когда у нее потенциал 3 метра. Конечно, и в данной ситуации я вот сейчас занимаю такую позицию, даже делал несколько публикаций на эту тему, что, конечно, лучше занять позицию здесь во всех отношениях такую. Я лучше превращаюсь в садовника терпеливого и делаю шаг, минимум шаг между растениями, метр. А вот, если еще быть более терпеливым, то тогда бы сказал бы, давайте сделаем метр, двадцать, метр пятьдесят при посадке растений в кондиции, скажем, метр двадцать, метр пятьдесят. То есть, обычно, хорошего качества саженца, метр двадцать, метр пятьдесят, вот, не знаю, давно не покупал, но в свое время много приходило посадочного материала по туям из Германии, из Польши. И особенно те, которые шли с пониманием РБ-Экстра, они имели хорошую плоскую широкую крону, и когда ты покупал метр двадцать, метр пятьдесят, высаживая их на том же расстоянии метр двадцать, метр пятьдесят, ты фактически их, ну, почти что сдвигал кронами, особенно в нижней части. Нет, ну, тогда и сразу хорошо, понимаете, да, когда то, что сейчас продается, чуть ли не в П-девяточке, это если так высадить... И получается, к сожалению, то есть, конечно, основная вот, ну, ошибка, ну, абсолютно всех, часто, иногда психологически человек не может верить в то, что покупая, иногда, знаете, тогда бывают вот какие-то распродажи, хвойный микс, и там можно понять, да, отчасти, что это за туя там все-таки, да, и вот такой продается там горшочек вот такой вот, и там вот такой вот саженец, и вроде дешево, и их начинают сажать плотно. Мы чаще всего можем встретить две все-таки, да, самых таких вот известных сортов запту и западных при формировании зеленой изгороди. Это брабант, и иногда применяется сморакт. Вот. Все-таки, на мой взгляд, туя-брабант для этих целей, она все-таки лучше. Вот. Она быстрее растет. Это очень частый вопрос, брабант или сморакт. Да, брабант быстрее растет, сморакт все-таки довольно-таки медленно растущая туя. Вот. Иногда, вот тут как-то со мной устроили спор, что, да, чтобы никогда сморакт не горит. Сморакт горит. Возвращаясь все-таки о материале, о посадочном материале для зеленых изгородей. Брабант, если мы зеленый говорим, да, или же это сморакт, брабант быстрее растет, на мой взгляд, более устойчив. Более того, скажем так, скажем, у сморакта есть свои плюсы. Медленно растет, вроде бы меньше нужно стричь. Да. Это нарастает достаточно быстро, брабант, и нужно, ну, часто стричь. По частоте стрижки. Вот эти изгороди, у которых мы сейчас стоим, было отстрижено две недели назад единственный раз за этот сезон. Ух ты. Единственный раз. Я больше, и больше остричь я не буду. Когда мы только что говорили про пузыреплодинг, который вы уже четвертый раз. Один раз. Вот один раз я отстригу буквально, то есть у него нарастают примерно вот такие побеги. Вот он привыкает к тому, что... То есть буквально вот 10 сантиметров получается, да? 10-15. Иногда бывают вершинки, которые, естественным образом, не боковые веточки, а вершинки, которые... Макушечки, которые стремятся быть этими лидерами. Да, они где-то выбиваются чуть выше, но основная масса, она все-таки не такая большая. Итак, у меня есть смарагды в саду. Когда я их выращивал, когда я их высаживал в первые годы, иногда те стороны, которые выходят на солнце, они обгорают. Более того, я и в округе, и в других садах, особенно после этой зимы, часто встречаю, что смарагды все-таки погорели. Вот. Восстановится, не восстановится? Многие говорят, она прекрасно восстанавливается. Может восстановиться, а может никогда не восстановиться. Ну, вы говорите то, что вы... Известно вам на вашем опыте. Конечно, конечно. Мы же не можем, да, претендовать на истину. На истину в последней инстанции. Вот. Я вас перебью, сразу же, пока вот я держусь за эту палочку, люди наверняка спросят, что за палочка? Палочка очень простая. Палочки у меня были высмотрены в каких-то западных садах. Кстати, это совершенно нормальное устройство, это шаблон. Вот. Если... Приспособление для стрижки туи. Для стрижки туи, да. Здесь, мы уже не первый раз в этом саду обсуждаем изгороди, дело вот заключается в следующем. Ну, во-первых, если вам нужно вот, вот, ах, ах, вот такая вот идеальная именно поверхность, а вы не профессиональный мастер по стрижке, и вы боитесь, что вы завалите какую-то плоскость, то вот именно вот такие столбы или колья, поставленные под определенным углом, и этот угол важен, да, формируют некий шаблон. Колья устанавливается с определенным шагом, с внешней и, ну, с обеих сторон изгородя, что важно, то есть ширина кольев, расстояние между ними равняется той ширине, которую вы закладываете. Вот, и опять же, возвращаясь, ну, нельзя, да, вот, из относительно крупного растения получить какую-то совершенно крошечную, вот, какой-нибудь 30 или 40 сантиметров изгороди. Не нужно, но, например, вдруг у кого-то какая-то такая возникает, да, мысль, в любом случае, конечно, все-таки ширина должна быть где-то оптимальной, на мой взгляд, ну, это начинается от 70-80 сантиметров, или чуть больше, там, ну, больше, чуть или сколько, это уже вам решать. Конечно, ваши ограничения будут просто той природой того растения, которое вы высаживаете. Если оно может быть максимально 2 метра шириной, то 3 вы из нее просто не сделаете никогда. Я думаю, Юрий Митрофанович, мы не будем выдавать всех ваших секретов, пусть люди, я открою нашим зрителям, что вы проводите вообще-то мастер-классы по стрижкам изгороди, вообще самых разнообразных, и мне кажется, послушать о том, какой надо делать профиль, как выстригать, в какое время, как ухаживать, если люди захотят. Захотят, да, я провожу в действительности здесь периодически, в течение всего летнего периода, скажем, начиная с мая месяца, заканчивая сентябрем, к октябрю, да, сюда приезжает группа. Я всегда приглашаю к сотрудничеству всевозможные клубы любителей садоводства, зеленых насаждений, по интересам и так далее и тому подобное. Приезжают группы, они где-то, может быть, заранее задают мне вопросы, которые они хотели бы обсудить здесь, в саду. Сосногорное, да, ну вот, наверное, если брать хвойное, по массовости, наверное, уступит разве что ту и западную. Согласен. Вот, но в чем плюс, это, ну, довольно-таки устойчивое растение, и часто высаживается в каких-то массивах. А вот, бич, и он коснулся и меня лично, и вообще бич всех садов сейчас, часто те, кто высаживает растения, они не всегда знают, сколько в конечном итоге растение уже взрослое, вошедшее в силу, может занимать место. Из-за этого происходят зачастую ошибки, покупается где-то лишний материал, или где-то не выдерживается расстояние между растениями. Вот в данной ситуации у меня это не случайная посадка, то есть я хотел вот как-то разнообразить монотонность вот этой изгороди и посадить здесь сосна. Ну, Карельский перешеек, вот у нас над главами наши знаменитые корабельные сосны с золотистыми стволами, вот, ну и как-то... Ну, даже горная сосна Мугус все равно нам ближе, чем туя и роднее, скажем так, по своей природе. Конечно, конечно, по своей природе, потому что, ну вот, все-таки сосна, она нам понятна. Хотя, конечно, это немножко другой вид сосны, это со своими особенностями, своими проблемами. И просто хочу обратить внимание, то есть мне до сих пор это нравится, но уже сейчас я понимаю, что вот на этом отрезке я количество растений заметно пересадил. Чем это сейчас заканчивается? Заканчивается, видите, насколько закущаются кроны? Да. И вот уже образовавшиеся сейчас прорехи, они связаны со следующим. Из-за очень плотной посадки, из-за слабого освещения. А сосны в большей степени любят все-таки солнечное расположение, чтобы крона была освещена. И вот если, когда мы видим те же сосны, которые окружают нас, вот этот эффект сбрасывания ветвей, да, самоочищения ствола, обычно сбрасываются те ветки, которые не получаются от солнца, то есть не происходит. Снизу оголяются, сверху загущаются. Вот. Всегда можно немного перепутать вещи естественного сброса старой хвои, вот, например, как вот это. Да. Естественный отпад. Да, да. Вот с такими проблемами. Потому что вот это, это не вот это. Это старая хвоя, которая живет определенное количество времени. А вот эта ветка, находящаяся внизу, которая вот так вот закрыта со всех сторон. Ей не повезло в жизни. Да. Здесь нет нормальной вентиляции. Все равно происходит где-то полив газона, где-то идут дожди. За счет этого образуется излишняя влажность. И излишняя влажность приводит к различным грибным заболеваниям. И поэтому каждый год, один или два раза, вот я прохожу мимо, я раздвигаю крону, чтобы избежать обострения каких-то заболеваний. Конечно, ослабленность, да, протягивают болезни вредителей. Да, да, болезни вредителей. Мне приходится брать инструмент и разряжать эту крону. То есть, что происходит. Здесь сейчас, ну, мне трудно сейчас вот вспомнить, но здесь, наверное, где-то порядка, ну, трех с половиной метров, наверное, да. На этом куске сидит сейчас, ну, минимум пять горных сосен. Хотя на самом деле, реально здесь могло сидеть всего лишь две горных сосны. Две-три, да. Да, ну, максимум три. То есть, они были бы намного лучше, они были бы гуще, у них не было бы вот этой конкуренции, они бы не были склонны к каким-то вот таким вот заболеваниям, как я бы сказал. Заболевание приводит к тому, что нелогичность такой посадки заключается в следующем. Я посадил, а теперь я вынужден брать и вырезать часть кроны, для того, чтобы ее разрядить. Ну, потому что это не спире, ее нельзя застричь, у них просто резаны ножницы. Конечно, да, да. Особенно стрижки сосны совершенно другая. Конечно, то есть, я согласен с вами, бывает иногда, что и вслепую мастера режут. Я не очень люблю этот метод, все-таки я сам иногда стреляю ножницы. Ну, это не топиар. Ну, это не то, все-таки страдает из-за этого сосны. Вопрос заключается в том, что, ну, согласитесь, что не является каким-то неестественным решением или нонсенсом посадить ту же какую-то вот изгородь, которую мы можем корректировать по высоте прищипкой, обрезкой, стрижкой и так далее. Мы можем применить для этого сосну горную. Можем. Единственное, что мы должны будем понимать, что... Какая она будет в итоге. Вот. И как сильно нам придется ее сдерживать. Потому что, конечно, все должно быть пропорционально тому месту, растение должно быть пропорционально месту, куда она будет посажена навсегда. Потому что хотелось бы сейчас разрядить, но если я сейчас начну выкапывать какое-то внутреннее растение, сколько оно будет сходиться. И плюс, выкопав, у них очень плотная посадка. Где-то корневая система уже взаимодействует. Они сплелись друг с другом. Я вырезаю сейчас какой-то куст с непонятными последствиями при пересадке. Ну, это, безусловно, стресс. Стресс. И есть факт, что она на 100% выживет при пересадке. Даже так. Но одновременно, вытаскивая отсюда какое-то излишнее растение, я буду повреждать корневую систему соседних растений. Я хочу заметить, что я вижу, что по этой тропинке уже давно никто не ходит. Потому что, в отличие от спирея, которая заденет по ноге, и как бы ничего. Это неприятно. Это неприятно. От сосны? Да. Так вот, самый интересный вот такой анекдот. Когда-то в свое время было изменено направление этой дорожки. Она фактически шла примерно вот здесь и изгибалась. А потом, потом, ее выпрямили. Там не будем вспоминать, почему ее выпрямили. Это, наверное, сейчас не важно. Но важно теперь, получается, следующее. Что теперь, это, ну, все-таки, могус, если его отпустить. Ну, особенно, если это видовая будет горная сосна. Вы понимаете, что это все-таки будет очень крупная растение. Конечно. И вот это сдерживание бесконечно, оно ведь тоже быть, ну, вот, не должно. Безусловно. Это все-таки наносит вред растению, его биологическому, так сказать, виду. Поэтому вот, ну, вот пока вот так. В общем, да, тут скорее дорожку перенести будет проще, чем массив сосны. Конечно. И вернуть обратно, как и было. Совершенно верно. Самое интересное, еще будет и красивее. Потому что, когда мы вот эту такую прямую линию сделали, ну, вот, не будем вспоминать, да, почему. Видно, что вы немножечко тут мечетесь между тем, чтобы создать, как бы, правильные формы регулярных садов. Но и какие-то вот такие тропинки вам тоже интересны и симпатичны. Ну, конечно, конечно. Юрий Митрофанович, спасибо, что мы, наконец-таки, с вами в течение нашего долгой прогулки присели под этим замечательной яблоней и в этом красивом месте. Потому что я узнаю по фотографиям прекрасные клемматицы, шарики из туй, яблонька, скамеечка. Ну, давайте расскажем людям, из чего же сделана эта красота вся. Ну, сделанная из шаровидной формы, ту и западной. Изначально вот эта правая часть, затянутая, она в общей сложности, наверное, там, 15 или 20 метров длиной. Второй части изгороди первично не было. Когда-то в свое время было принято решение от основной дорожки сделать проход вот сюда, чтобы улучшить движение по саду. Вот. И в данной, в этой части, здесь представлено два вида. Один, который можно, и я бы даже рекомендовал применять для таких целей, это туй западная хозыри. Или хозыри, в общем, это не имеет значения. Для того, чтобы примерно повторить, как я сделал в изгороде из больших туй. То есть, зеленая часть, желтая часть. Здесь идут вкрапления из туи Golden Globe. Но, как показывает практика, и, по-видимому, это надо будет все-таки принять это судьбоносное решение для меня, мне нужно эти желтые туи оттуда убирать. Потому что, если зеленые туи, вот как мы видим, они более-менее себя чувствуют, и даже у них нижняя часть, если оголяется, то в меньшей степени, то желтокронные туи, они в этой скученности жить не хотят, они не держат форму, они оголяют ноги и портят общий внешний вид изгороди. Ну, они по природе свои, мне кажется, просто больше регабитусы. Да, да, то есть регабитусы... И укротить их, да... Сложнее, то есть они хороши тогда, когда их много. Более короткая часть изгороди. Это другой сорт туи западный, это Little Giant. Как получилось, что здесь хозыря, а здесь Little Giant? Это было связано с тем, что когда было принято решение внести вот эти вот изменения, в питомниках по какой-то причине не оказалось на тот момент в том необходимом количестве я не мог найти туи хозыря. И посмотрел по справочникам, в принципе, плюс-минус одно и то же, скорость роста, форма, но это не совсем оказалось так. Все-таки. Если хозыря имеет все-таки более именно сферическую форму, то Little Giant имеет форму вот такого как бы немножко яйца. Причем это яйцо как бы повернуто... Ну, такое грибочко. Наоборот, да. Гриб-дождевик. Да, то есть острая часть яйца, она находится внизу. То есть вот таким вот, грубо говоря, воздушным шаром, да? Да, гондолы воздушного шара. Тем не менее, конечно, при стрижке все эти изъяны, они убираются без проблем. Относительно стрижки, как и все туи западные, которые, ну, не отпускают свободный рост, ну, и даже если отпускают, то я, конечно, всегда рекомендую все-таки заниматься стрижкой туи западной. Чтобы она была более плотной кроной, чтобы она легче переносила всевозможные нагрузки климатические, то есть это ветровые нагрузки, это нагрузка снеговая. Ну, вот то, что касается снеговой нагрузки и вот такой изгороди у дорожек. Во-первых, шаровидные туи в наших условиях, особенно в условиях климата северо-запада, когда мы часто сталкиваемся с такими вещами, как частые оттепели, как зарядные снегопады мокрого снега. В последнее время даже вот такие стали случаться совершенно нетипичные для нашего климата вещи, как ледяные дожди. Я в детстве не помню, чтобы у нас было какое-то понятие, что такое ледяной дождь. Сейчас они случаются. И, конечно, все шаровидные туи в специфике своего кустообразного вида, тонких веточек, они не предназначены для снеговых нагрузок. Часто возникают споры, особенно в обсуждениях, при подготовке к зимнему периоду, некоторые, так сказать, оппоненты начинают говорить, а до что вы говорите, она хорошо держит снег. Не держит снег, шаровидные туи. То есть снег, который будет высотой в метр, в пятьдесят, в шестьдесят даже сантиметров, не держит. То есть если мы не произведем связку, если мы не построим какой-то каркас, то, как правило, весной мы будем иметь какие-то странные растения в виде каких-то плюх, каких-то разломов коры, вот эти разведенные в разные части на сегменты кроны, и, может быть, восстановится. А может, не восстановится. То есть если мы выбираем, например, не спиры, а вот такие вот туи, то надо думать о возможности это обслуживать еще не только лет, но и зимой. Да, то есть именно сохранение их зимой, вот в такой затянутой изгороде, где очень высока, именно избыточная снеговая нагрузка, это не просто снег, который падает сверху, мы еще убираем дорожки и тоже перебрасываем вот в те места, где эти туи растут. Поэтому у нас есть отдельные такие сделанные в виде козел такие на петлях деревянной конструкции, их сделано много, они выставляются буквально в виде вот таких палаток, вот друг за другом. На эти палатки набивается в один слой сетка из геотекстиля, вру, не геотекстиля, а притяночной сетки. Фасадная вот эта сетка. Назовем ее фасадной, я брал именно ее как вот именно для посадок, она немножко может отличаться, кстати сказать. Вот, натягивается, и вот стоит такие вот, как я называю, змей-горыничный такой, да, затянутый. Это всегда вызывает такую восторг у тех, кто занимается укрытием, когда я это делаю, публикую, всем это нравится, именно вот этой затянутой, изогнутой вот такой линии вот такого странного сооружения. Ну, вы тут творчески, потому что подходите, это тоже такая нетипичная история. Обычно все эти зимние укрытия, они мало декоративны, скажем так. Здесь нет, здесь вот оно смотрится в действительности очень прилично. Что бы я хотел сказать? Конечно, можно делать в своем саду что угодно, как угодно и когда угодно. Это наше право, это наши сады. Мы готовы взять на себя любые трудозатраты или финансовые затраты, и никто не может нам сказать, вот это можно или это нельзя. Я здесь исхожу из того, что я имею ежегодный опыт, то есть вот эти туи, за исключением Little Giant, Hoser, они также высаживались одновременно фактически вот с той изгородью из барабантов и туи Sanquist. То есть уже 11 зим, да, я прохожу процедуру укрытия этих туй. Это задача не из легких. Она занимает все-таки целый иногда полтора дня в саду, полтора выходных, скажем так. Ну и, конечно, когда мы что-то ставим, мы потом еще должны снять и хранить все устройства и так далее. То есть в общем и целом, место ли для шаровидных туй в виде вот такого низкого бордюра в наших условиях, с нашим климатом, с нашей зимой вдоль проходных дорожек? Я бы сказал, нет. Ну да, как говорили в одном фильме, это, возможно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть, конечно. Вот, поэтому в данной ситуации красиво или некрасиво, ну, красота в глазах влюбленных. В принципе, многим это нравится. Я уже к этому привык. Если бы мне задали вопрос, если бы ты сажал бы что-то, организовывал вот эти здесь бордюры заново, ты посадил бы шаровидные туи, я бы сказал бы, нет. Теперь фактор уходности форм. Я уже упоминал, что для того, чтобы все-таки она была более плотной, более привлекательной, фактура кроны была неразвальная, такой вот в виде такого правильного шара, поскольку эта часть сада, она очень, ну, довольно-таки регулярная, как вы видите. И все-таки здесь что-то такое неприличное какое-то, раздерганное, непричесанное, наверное, смотреться не будет. В данной ситуации сейчас, в том виде, в котором мы видим туи, они в этом году не стриглись. Сколько раз в год я их стригу? Один раз. Вот в том году стрижка этих туи была произведена в июне месяце, даже число, помню, 15 число. Вот. Все, дальше они растут медленно, они не нарастают, но вот я уже говорил, что в данной сейчас бордюре, да, находится 42 куста, 42 шара. И они должны быть подстрижены не тяп-ляп, а все-таки, чтобы эти шары... Не под одну гребенку? Нет. Они должны быть, эти шары должны быть совершенно все-таки одинаковыми. Они выдерживаются где-то в высоте 65-70 сантиметров, но это должно быть во всех проекциях. То есть это шар. И должны быть навыки определенные. Вот. Ну, наверное, скажем, когда я начинал этот сад, я сразу планировал здесь высаживать что-то, что можно стричь. Мне этот процесс тогда очень нравился. Не знаю... С годами? С годами, да. Мне этот интерес может быть отчасти приводите. Почему? Потому что требуется инструмент, требуются навыки. Вот. Это нужно уметь делать, потому что если это будет овал, это будет какое-то яйцо, это какая-то плюха, это будет что-то похожее на шар или на куб, то это будет смотреться, скажем так, не лучшим образом. Поэтому это сложно, это нужно учитывать. У меня были мысли, на самом деле, прекратить все это занятие. Даже так. Срастить их в единое целое, фактически сделать в боковом сечении некий просто бордюр, там, 60 на 60, то есть и все. Но тогда возникает вопрос, а зачем тогда нужно было бы сюда высаживать шаровидные туны, которые по ступени стоимости далеко опережают, как правило, традиционные вертикальные формы, которые мы обсуждали. Тот же Санкист, Барабант, или там, например, тот же Смараг. Шар, он всегда стоит дороже, потому что вот он стоит дороже. Он пользуется спросом. Смысла в этом нет. Были идеи, возможно, даже это все дело продать и посадить сюда что-то. Вот до безобразия неубиваемое. Ну вот, пока, вероятно, я к этой точке еще не пришел, но где-то, наверное, скажем, все-таки я на подходе. Поэтому, скажем так, красиво или некрасиво, дело вкуса. Или дело каких-то личных, каких-то воззрений. Когда она стрижена идеально в хорошие шары, когда они ухожены, когда они не обгорают, когда они имеют каких-то болезней и так далее, смотрится это красиво. Согласен. впечатляют. Но это большая нагрузка, скажем, трудовая нагрузка. Кто не умеет сам стричь, почему я зачастую, ко мне обращаются, постоянно я приезжаю в сады, ну, не хотел бы назвать заказчиками, наверное, коллегами, да, которые выращивают сады. Я приезжаю, я много занимаюсь стрижкой. Мало кто это умеет делать, мало кто это умеет делать хорошо и кто готов на самом деле это делать, даже при том, что это сможет сделать. Потому что это физическая работа и непростая. Поэтому здесь выбор остается всегда за владельцем сада. Если вы хотите, если у вас есть на это средства, если у вас на это есть желание, ограничений в собственном саду никаких не существует. Здесь вы царь и бог. А вот чем вся эта история закончится, ну, вот. Смотрите, называется в следующем ролике. В следующем ролике, да. Нет, ну, на самом деле, ролик наш не заканчивается. Мы покажем, да, визитную карточку, так сказать, вашего участка, по которой, мне кажется, да, все проезжающие машины понимают, что здесь живет Юрий Трофанович. Они понимают, что здесь что-то растет. Что-то растет, да, и очень неплохо выглядит. Потому что, ну, действительно, и сама изгородь уникальная. Андрей, я забыл еще вот что сказать. Это очень важный фактор, да, когда мы все-таки выбираем для себя растение. Одним из критериев, прежде всего, является, да, вот эта возможность к нормальной перезимовке. То есть, это зона зимостойкости. Да, да, да. Она не совсем точная, или, сказать, совсем не точная, но мы на нее ориентируемся. Вот. Живут ли туи в нашем климате? Да, они живут, они чувствуют себя успешно. Но есть туи более успешные, более устойчивые. Есть менее успешные, менее устойчивые. И какая проблема? Больше всего наши растения, хвойные интердуценты, страдают от так называемых весенних ожогов. Когда высаживались хозыри, и когда высаживались голденглобы, первую зиму, после посадки, они очень сильно обгорели. Что я был вынужден сделать? Я представлю вашу реакцию. Да. Некоторые кусты были заменены, они настолько обгорели, насколько их нужно было заменить. Что пациент скорее мерз, чем жив. Вот. По мере укоренения, по мере взросления, по мере адаптации к нашим климатическим условиям, больше они не горят. Но образование солнечных ожогов, они вероятны. И это нужно, конечно, иметь в виду. Нет, мы для этого и рассказываем, потому что люди, возможно, увидят эту картинку и говорят, я хочу такое, я куплю такое. Сейчас мы их немножечко так приземлим. Вот. Поэтому выбор остается за владельцем сада. Вот это Golden Globe, который, вот они были куплены в одном месте, в один день, с теми, которые находятся в изгороде. Он оказался лишним. Как ему повезло. И он сел сюда. Причем, вот это очень тенистая часть сада. Он здесь, конечно, не такой вот яркий, не такой золотисто-желтый, как вот мы только что с вами видели. Да, как на солнышке. И, при более, что я немножечко сегодня, вот буквально его вот, он быстренько прошелся, да, вот здесь вот по сфере по этой привел его. Но вот понимаете, да, что это вот я его держу, то есть мне нужен этот размер, он где-то примерно метр, там, метр, наверное, двадцать, да, где-то метр десять. Вот, он плотный. Вот этот, это растение. Можно не связывать на зиму. Да, это растение на зиму остается таким, каким оно есть. Единственное, что я все-таки ориентируюсь, вот эту зиму он перезимовал лучше, другую зиму он перезимовал хуже. Худшее, что я сделаю для работы, я возьму три или четыре кола, вобью их под 120 градусов, или поставлю четыре кола, и просто сделаю моток из веревки, даже шалашик они делаю. Важно, чтобы вот эта веревка и вот эти колышки, они, ну, вот, выступили в качестве такой арматуры, да, все, вот дальше он поживет и так далее. Вот, но здесь и не приходится снеговой нагрузки. Чем отличается вот эта изгородь, от той изгороди, которую мы смотрели. Эта изгородь изначально был случай, это много-много лет назад, когда переезжал один питомник, перебазировался в другое место, и они были вынуждены, буквально, я бы сказал бы, избавляться от части посадочного материала. И вы не поверите, вы не поверите, вот эти туи привезли с кондицией 2,5 метра. Они стоили по 500 рублей. 500 рублей. Вот с такими комами и так далее. Мне позвонили знакомые, говорят, они либо их выкинут, либо не знают, что делать, либо, хочешь, забери просто подружек. Вот, почему это важно? Они были сразу шириной, шириной стволы, были где-то примерно метр, в нижней части, даже части, были до метра, наверное, 50. Ну, крона, да? Крона, да. И поэтому, если мы там внизу посмотрим расстояние между стволами, то здесь, ну, где-то метр 20, метр 50, может быть, даже больше. И тут, когда мы возвращаемся, с какой частотностью сажать? Вот здесь, сама по себе, вот, фактическая, способ посадки говорит о том, что посадив их на расстоянии метра 20, метра 50, ну, чуть позже или раньше, тем более, что у многих есть хорошие почвенные условия. Если достаточно увлажненные, здесь песок, вот только песок, здесь плохо, а вот, скажем, где-то там, где суглинки, где есть легкое переувлажнение. Ну, какой-то влагоемкий грунт. Да, грунт. Вот. Они там чувствуют себя прекраснейшим образом. И нарастают они со стремительной скоростью. То есть, через 10 лет это вырастают громадные растения иногда. Не, ну, вот, скажите, люди спросят, а вот если мы не хотим такого многогорбового верблюдика, а хотим ровную стеночку, вот как там, только вот на той высоте? Скажем так, лучше, когда мы такую задумку имеем изначально. Почему? Потому что я сейчас, если захочу, если тебе придет такая вот какая-то идея, там непонятно, я этого делать не буду точно. В этом году эта изгородь не стриглась. Вот я сейчас пришла в очередь, я буду ее стричь. Вот. Если я захочу сделать и вот эту вот такую многогорбую такую линию, а была сделана намеренно, неравномерно, эти пики, где-то шире, где-то уже, это чтобы вот сделать какую-то вот более нескучную линию. Если я захочу ее сделать горизонтально, я ее сделаю. То есть, я умею это делать. Я понимаю, что... Вот я верю. Да. В данной ситуации, вот я буквально кронировал на прошлой неделе в одном саду, я из примерно 6-ти метровых туй сделал туй высотой 2,5 метра. Это не очень хорошая вещь для растения, но там очень нужно это было сделать вот хозяеву. Поэтому в данной ситуации я могу фактически плюс или минус взять пилу и выставить... И выровнять. И выровнять ту линию, эту изгородь в одну линию, если бы я захотел. Хорошо ли это, или плохо? В общем-то, это плохо, конечно. Потому что мы лишаем сразу залпового растения большого процента крона. Да, туи, они это не какое-нибудь сложное лиственное растение, они это перенесут. Они это перенесут. Вот. Они могут даже после этого поболеть, долго восстанавливаться и так далее. Потом начнет нарастать какая-то все-таки побеги наверху, и мы начинаем их уже спокойно выстригать. И вот там будет свежая, нормальная, какая-то хорошая зеленая линия. Вот. Что хочу сказать здесь. Вот мы, когда с вами рассматривали случай с изгородью из Боярышника, мы увидели с вами там технологическое пространство. Вот здесь, к сожалению, в этом году очень сильно разрослись вот эти вот барбарисы, оректы. Они обычно стоят прижатые вот сюда под крону. они у меня вымерзали, и вот только здесь они хотят жить. Вот здесь достаточно широкое пространство, и я могу поставить здесь вот такой ширины лестницу. Ну да. И либо, ну, скажем, у меня есть телескопический кусторез, но он все-таки может быть не позволит мне с моим ростом сделать верхушки. Ну, тем более, что они у вас разные. Существует. Вот я говорю, что пока я еще не работал, этот у меня немножко запущенный угол, вот они легли. Обычно они стоят, ну, достаточно вертикально, этот сорт, он вообще, почему называется, извините, эректа, да, вот это вот, что у него такое стоячее положение. Вот. Я ставлю лестницу и отстригаю, и отстригаю под определенным наклоном, потому что здесь тенистая часть. Если я буду ее заваливать в эту сторону сверху вниз, то здесь произойдет оголение, что, собственно говоря, все-таки мы можем немного, но наблюдать. Если мы высаживаем высокую изгородь, реально высокую, ну, вот здесь она не самая, конечно, большая, но это уже 4, даже где-то 4 с лишним метра, да, линия меняется, мы должны обеспечить себе технологические условия, для того, чтобы мы могли ее стричь. Если мы ее стричь не будем, то она, к сожалению, потеряет и какой-то привлекательный декоративный вид, и плюс, она, конечно, займет очень много места, и начнет мешать тем растениям, которые находятся рядом. Юрий Митрофанович, спасибо вам вообще за очень подробный рассказ, потому что мы не только погуляли по вашему саду, но вы нам рассказали вообще очень много полезной информации. Я думаю, что у многих сразу же, во-первых, отпало вообще всякое желание сажать живые изгороди, в том числе и из туй, но я считаю, что это немаловажно. Предупрежден, значит, вооружен. Поэтому вам исключительно благодарность зрителям просьба писать вопросы в комментариях. Я думаю, что Юрий Митрофанович с удовольствием зайдет под ролик и побеседует с вами, если у вас будут какие-то вопросы или возражения, возможно. Да, ну и, естественно, как я уже говорил, что у меня есть своя страничка ВКонтакте. Да, а лучше приходите. Да. Все, на этом мы с вами прощаемся. С вами был канал Европлант Лайф. Я Андрей Смирнов и Юрий Митрофанович Андреевичев, хозяин прекрасного сада в Ленинградской области. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok